Сегодня шрифт это растущая индустрия, эпоха шрифтового бума, много новинок, много неожиданных шрифтовых идей, много молодых смелых дизайнеров. Это правда, шрифтовая индустрия переживает определенный бум, и благодаря этому нас все больше и больше окружает каких-то новинок в области шрифта. Чтобы немножко вас сориентировать в том, что я подразумеваю под интересными шрифтовыми новинками, у нас есть несколько проектов, которые вас могут заинтересовать. Шрифт Макула студии Болтманды. Болтманды – прекрасная голландская студия, запоминаем ее для себя. Особенность этого шрифта, его уникальность не нужно объяснять, вы ее видите перед собой. Шрифт современный, неожиданный. Пошли дальше. Следующий шрифт той же студии называется Нити Гротеск. Он может показаться не слишком особенным вот на этом слайде, но точно заинтересует вас на слайде следующем. Шрифт крайне вариативен в своих дисплейных возможностях. То, что раньше нам приходилось как дизайнерам накручивать поверх шрифта какими-то другими способами, иллюстратор или еще что-либо, здесь реализовано дизайнером, сделано очень аккуратно, качественно, и все эти контуры оказываются очень интересными и продуманными. Дальше шрифт, который скоро появится в коллекции Type Today. Шрифт Далла Флода, студии Commercial Type. Вот такое пересечение. Мы увидим сейчас три проекта из этой серии шрифтов Далла. И вот это первый проект Далла Флода. Шрифт Далла Призма, прекраснейший. И шрифт Далла Моа. Как бы более гротесковая. Не антиквенная история, а более гротескная. И еще один проект из этой прекрасной студии, шрифт Мэриан, он интересен тем, что ребята прошлись по всем историческим эпохам шрифтового развития. И в едином вот таком вот скелетном, скажем так, виде, собственно, реализовали, зафиксировали все идеи, которые ту или иную эпоху определяют. Еще один шрифт, шрифт Портрейт. Такая очень острая антиква. Из другой немножко истории. Шрифт из нашей коллекции, шрифта Мальта, нашей соотечественницы Веры Истафьевой. Прекраснейший, уникальный совершенно шрифт, очень красивый. Два проекта сейчас будут из студии Klim Type Foundry. Этот шрифт называется Founders Grotesque. Здесь, собственно, вы могли бы обратить внимание, знаете, на какую букву? На букву C, на букву S. Из всех закрытых гротесков, это один из самых максимально закрытых гротесков. И это, собственно, делает этот проект крайне особенным. В том числе, недавно вышедший кастомный проект. Кастомный подразумевает, что он был создан для заказчика, для Financial Times. Эта студия сделала целое семейство антикв, которые вот такие остренькие, чистые, аккуратные. Шрифт, который вы могли видеть, шрифт из коллекции Google Fonts, недавняя новинка. Шрифт под названием Space Mono. Это богатая история моноширинных шрифтов. Но посмотрите, как здесь, начиная от всяких запятых и каких-нибудь букв типа M, здесь дизайнеры находят какую-то особенность. Шрифт другой студии из коллекции типа Tech. Шрифт Николы Джурака под названием Balkan. Шрифт нам очень близкий и понятный, потому что нам свойственна эта транслитерация, и мы интуитивно считываем эту идею. Плюс у нас есть еще собственные богатые ассоциации, связанные с русской вязью, древней кириллицей и так далее. Шрифт в этом смысле очень интересный. Чтобы чуть-чуть вас все-таки заинтересовать и антиквенными шрифтами, шрифт Ариета Эбихун. Хун он на самом деле. Интересен тем, что у него три анти... при одном прямом начертании, у него три курсива, и на следующем слайде вы увидите, как они меняются. Не меняются. Меняются. Прекрасно. Вы видите, как три курсива могут принести, собственно, в типографику какие-то разные интонационные возможности. Это на самом деле в современной типографике крайне распространенное явление, когда типографическое ощущение от текста чуть-чуть видоизменяется благодаря каким-то небольшим параметрам. Следующий гротеск. Это вообще интересный проект. Вы можете про него погуглить, про прото-шрифты. Называется prototype.com. Шрифт из коллекции Production Type. Шрифт под названием Proto Grotesque. Там есть Proto Serif. Ну вот, вся линейка этих прото-шрифтов очень интересная и, собственно, очень современная. Немножко дизайнерский отчасти проект, но интересный тем, что в нем сталкиваются антиква и гротеск, и появляется какое-то новое звучание. Шрифт чап. Шрифт, который вам мог попадаться на глаза, Шрифт Ивклид, у него есть Кириллица, и его многие пространства с удовольствием используют. Шрифт студии Swiss Typefaces. Кстати, во вторник мы будем брать интервью у главного человека из этой студии, и к нам можно присоединиться даже к онлайн-трансляции. Зайдите к нам. Еще один проект. Вы чувствуете в нем, как современность, пиксельность пролезает в буковки, в контуры и привносит что-то необычное. При этом я специально показываю вам текстовые размеры, чтобы дать представление о том, что на уровне текста это не всегда даже так четко чувствуется, как в крупном размере. Очень красивый, не знаю, курсивный такой шрифт под названием Odesta. В нем много идей. Он и про трафарет, и про упрощение, и про много чего еще. Следующий шрифт, следующий проект, это шрифт под названием IMS Эрика Ван Блокленда, выпущенный в House Industries. Очень интересный проект, вышедший в этом году буквально, шрифт, посвященный шрифт, и проект посвящен вертикальной типографике. То, что, в общем-то, очень часто нас окружает каким-то ситуативным способом на улицах. Вот Дэвид Джонатан Росс выпустил целый шрифт и целое семейство, посвященное этому. Посмотрите, как вариативны начертания по применению. Специально для того, чтобы это укротить, ему приходилось работать во всех тех же программах, в которые работаем мы, но только ставя лэптоп кверх ногами. Из коллекции студии BrownFox наши соотечественники выпустили очень современный шрифт с небольшим обратным контрастом. Если вы присмотрите, в нем горизонтальные элементы немножко как бы темнят, и тем самым он делается каким-то очень современным. Шрифт Гербера. Шрифт, который скоро выйдет, тоже у нас будет выпущен на Type Today. Шрифт Миноя. Еще один моноширинный шрифт, и в нем очень необычным способом решены ряд знаков, и тем он, в общем-то, становится очень модным и современным. Готика, она всегда нас интересовала, она никогда не дает нам покоя. Вот какое-то переосмысление готики. Следующий шрифт из коллекции студии Letters from Sweden. Шрифт Лайн, такой неожиданный, очень тонкий курсив, который как-то необычно и пропорционально себя ведет. Субтитры создавал DimaTorzok